МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Копилке сборной Удмуртии есть еще одна медаль. На всероссийских соревнованиях, которая проходит в рамках чемпионата, Юлия Каримова и Андрей Коньков выиграли бронзовую медаль в смешанной командной стрельбе из пневматического оружия. Ну а далее вести из набережных Челнов, где прошел Камский триатлон. Спортсмены Удмуртии выиграли в спринте 8 медалей. И три из них золотые на счету Алены Ивановой, Дмитрия Накарякова и Андрея Иванова. Напомним, атлетам предстояло проплыть 750 метров, проехать на велосипеде 20 километров и пробежать 5. В стане баскетбольного клуба «Купол Родники» завершена селекционная работа. Игроки пока находятся в отпуске, а руководству клуба не до отдыха. Много нововведений ожидается в этом сезоне в чемпионате российской суперлиги. Татьяна Мальцева продолжит тему. В этом году в полку команд национальной суперлиги прибудет. В лигу заявляются клубы ЦСКА-2, Тамбов, Буревестник, Спартак, Санкт-Петербург. А это значит, что будет новая система розыгрыша регулярного турнира. Скорее всего будет чемпионат в три круга, не в два, а в три. Что добавляет количество игр, что добавляет интереса и качество лиги самой. То есть больше игр, больше продукт получается. Лучший уровень игроков, рост игроков профессиональный. Поэтому я думаю, шаг вперед принципиально сделан. Сделан также шаг назад. Руководители клубов решили отказаться от Кубка Сибура. Этот турнир в том виде, в котором был, себя не оправдал. Практика показала, что он не отражает реальной картины. Нарушался спортивный принцип в том плане, что мы одержали побед больше, чем МБА предположим. В итоге они оказались выше нас. По результатам там кого-то. Поэтому на совете лиги было принято решение эти Кубки не играть. Что касается самого клуба Купол Родники, комплектование команды завершено. Ушли Самсонов, Трубин и Петухов. Им на смену пришли Юдов, Абдулбасиров и Назмуддинов. Также ведется работа по взаимодействию с болельщиками. Будем работу с болельщиками проводить. Будем делать больше шоу-моментов каких-то. Будем с группой поддержки работать. Все эти уже моменты обсуждались и проговаривались с нашими коллегами. Поэтому, я думаю, интересный сезон будет в любом случае. А сейчас кто-то отдыхает на югах, кто-то проводит время здесь, в Ижевске, участвуя в социальных акциях. Мне очень нравится проводить время на уличной площадке. Это беззаботно, весело получаешь кайф от этого. Вот действительно кайф. Давай к нам. Другим новостям. В Крутом Лагу состоялся автокросс Курская Дуга, в котором приняли участие 76 спортсменов из разных городов России. В классе Д3 Спринт воспитанники Ижевской спортшколы заняли призовые места и которые год подряд бороться будут за итоговое первое место на чемпионате России. Вот имена спортсменов. Тимофей Ведерников, Денис Тетенев и Николай Берников. А в парке Кирова прошел полумарафон, в котором приняли участие около 60 атлетов из Удмуртии, Пермского края и Татарстана. Победителем соревнований стал Евгений Германию-Кичаковского. Ижевчанин Александр Данилов финишировал вторым. На 15-километровой дистанции наши земляки Роман Михалев и Лев Хитроман завоевали серебро и бронзу. Не пустовал и городской пляж. Там выявляли сильнейших участники городского юношеского турнира по пляжному ганболу. Первое место и среди девушек, и среди юношей заняла пятая спортивная школа. В тройку призеров попали сборные 74-й и 59-й общеобразовательных школ. А сейчас мы разберемся в правилах самой распространенной версии игры фрисби «Алтимати», которая с каждым годом становится все популярнее и в России у нас в Ижевске. Олимпийский комитет в очередной раз рассматривает ее на предмет внесения в список олимпийских видов спорта. Для этой игры подойдет любая площадка – на пляже, стадионе или в парке. Еще нужны единомышленники – человек 10 и сама летающая тарелка фрисби. Из экипировки только футболка, шорты, кроссовки. Можно и босиком. Правила игры просты и доступны. Смысл заключается в том, что есть игровое поле, есть голевые зоны и нужно, передавая диск друг к другу, поймать в зоне соперника, то есть занести очко. Во-первых, это пляж, песок, отдых на солнце, бег, любимый спорт, друзья. То есть хорошая команда, тренировка, физические нагрузки, погода. Судей в «Алтимат» нет. И это его особенность. Все держится на доверии и честности соперников в соответствии с правилами фэрплей. Это уникальность нашего спорта в том, что здесь нет судей, здесь все спорные, конфликтные моменты решают сами игроки между собой. Здесь постоянно происходит общение. Есть такое понятие, как дух игры. И даже по итогам турниров там выставляются оценки за дух игры. И вообще выиграть дух игры по итогам турнира – это очень престижно. Играть может любой человек, независимо от возраста и физподготовки. В Ижевске поклонников резьби сегодня уже несколько сотен. Есть и своя команда. Ее ребята, кстати, готовятся к Кубку страны. Пройдет он в Казани. Уровень игры очень высокий. Топовые игроки, топовые команды. В основном это сборники, то есть те, кто за сборную России играет. На турнир в Казани, кстати, пройдет в рамках всероссийских пляжных игр. Ижевчане отправятся 7 июля. На сегодня это все. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok